Всем привет! Мы продолжаем наше путешествие по истории религии. И мы в прошлый раз дошли до формирования христианства в полном смысле слова. Пускай и в ранних его формах. Сейчас нужно немножко остановиться и рассмотреть, возможно, не самую интересную, но очень важную часть этого вопроса, а именно историографию. То есть, как изучали Новый Завет? С вашего позволения, именно эта фраза и будет заглавием нашей сегодняшней беседы. А именно, как изучали Новый Завет? Сразу скажу, долгое время его изучали только богословским теологическим способом. Потому что изучать, анализировать божественное слово, с точки зрения науки, это было прямым кощунством. И даже, вы знаете, люди, которые исследовали Ветхий Завет, то есть Библию, не осмеливались долгое время смотреть с этой точки зрения на Завет Новый. И вот в начале XIX века появляется та самая знаменитая Тюбингенская школа в Германии, о которой мы говорили, рассуждая об историографии и исследовании Ветхого Завета. И вот Тюбингенская школа выступила со своими первыми исследованиями по Новому Завету. Группа немецких протестантских богословов, которые, собственно говоря, и составили Тюбингенскую школу. Ее главой был Фердинанд Христиан Бауэр, умерший в 1860 году, который написал главное произведение, а именно христианский гнозис или христианская философия религии в ее историческом развитии. Но вышло в 1835 году. Основой работы Бауэра является один вопрос, который имеет очень важное значение. Как соотносятся различные работы книги и части Ветхого Завета и Нового Завета? В течение довольно долгого времени происходил процесс отделения от изначального, исходного христианства, от иудаизма. Поэтому весьма важным богословским вопросом, который неизбежно вызывал разногласия и противоречия в тех или иных книгах христианства, был именно вопрос отношения к иудейской религии. То есть, к исходному Ветхому Завету. И вот когда Бауэр рассматривал этот вопрос с точки зрения, а именно когда он посмотрел на Новый Завет так, он пришел к некоторым выводам, которые не безинтересны до сих пор. Во-первых, Бауэр обнаружил в Новом Завете некое противоречие двух моментов, которые были прямо противоположны. Во-первых, это тенденция, чтобы отделиться от иудейства и противопоставить Новый Завет Ветхому, а именно освободить христианство от соблюдения просто невероятной массы обрядов, которые тщательнейшим образом описаны в Ветхом Завете. И Фридрих Бауэр эту тенденцию связал с деятельностью и именем апостола Павла. И именно он придумал меткий термин – паулинизм. То есть, это та часть христианства, которая была основана на работе апостола Павла. Однако, вот был второй момент, противоположный. То есть, не разрывать резко и полностью с аудаизмом и требовать от верующих исполнение именно Ветхозаветной обрядности и догматики. Ну, кстати говоря, в части заповедей, как мы знаем, Иисус Христос в Нагорной проповеди сам сказал, что он пришел не нарушить завет, а исполнить его. И десять заповедей Моисея, в общем-то, идентичны с десятью заповедями Иисуса Христа. Ну, как мы понимаем, десять заповедей того творческого коллектива, который написал эти десять заповедей, возможно, после персидского плена и того творческого коллектива, которые повторили эти заповеди от лица Христа. И вот эту тенденцию, не рвать с аудаизмом, мы обнаруживаем в том, что связано с деятельностью именем апостола Петра, которое Бауэр также обозначил метким термином петринизм. То есть, Новый Завет являет собой борьбу между противоположными началами паулинизма и петризма. Бауэр предполагал, что в начале христианства эта борьба должна была быть, возможно, даже весьма острой. И только потом наступило примирение между течениями и некая их общая нивелировка. То есть, если мы видим, что в одном произведении явно видны паулинизские или, наоборот, петринизские идеи, то его нужно относить именно к ранним временам, к первому периоду развития и становления христианства. И вот если одна из этих тенденций не выражена, ни одна из этих тенденций не выражена, значит, это произведение можно относить к более позднему времени, как раз эпохе нивелировки отношений между паулинизмом и петринизмом. Когда Бауэр рассматривал этот вопрос с общеисторических точек зрения и используя общеисторические источники, он пришел к важному выводу. То есть, что борьба между тем, что он назвал паулинизмом и петринизмом, шла где-то на протяжении второй половины первого и первой половины второго века нашей эры, разумеется. И что примирение и нивелировка началась только к второй половине второго века. После чего Бауэр начал датировать, исходя из этого, различные книги Нового Завета. Он считал, что самое раннее из них – это апокалипсис Иоанна Богослова, то есть, откровение, четыре послания апостола Павла, то есть, это два послания к Оринфинам, к Римлянам и послания к Галатам. Кстати говоря, это очень тонкое наблюдение, которое во многом разделяется видными библеистами до сих пор. В апокалипсисе он видел последовательно выдержанную такую иудаистскую, петринистскую тенденцию, где господствует ветхозаветный иудаизм. Ну, или, по крайней мере, в основном господствует. В посланиях, которые, как считал Бауэр, принадлежали именно первому апостолу Павлу, противоположная тенденция выражена максимально. То есть, антипетринистская тенденция разрыва с иудаизмом. То есть, эти послания можно по Бауэру относить к тому периоду, когда сражения между двумя моментами ещё стояли достаточно остро. Что касается евангельских, собственно, классических евангельских книг, то Бауэр считал, что они происходят из более позднего периода. Первым из евангелий он признавал то евангелие, которое стоит в начале этой евангелии от Матфея. И он писал о том, что это именно еврейское евангелие. Но с некоторым образом завуалированным петринизмом, который выражен без особой воинственности, без особой яркости. И чувствуется, что это евангелие было некоторым образом переделано под влиянием необходимости к примирению. А вот евангелие от Луки в своей основной части, в базисе является паулинистским. Но что при этом и оно было в силу того, что довольно поздно написано, оформлено под неким примирительным флёром. То есть, эти два евангелия, древнее остальных двух, от Марка и от Иоанна, но всё-таки относятся к периоду примирения. То есть, к середине второго века, как это видел Бауэр. Соответственно, евангелие от Марка и евангелие от Иоанна, ещё более позднего происхождения. То есть, Марк – это нейтральное нечто среднее между двумя направлениями паулинизма и петризма. То есть, мы видим, это та самая нить, та соль рассуждения Бауэра, что если мы видим, что обе тенденции уже примирены, и не видно хотя бы в завуалированной форме превосходства одно или другое, то это совсем поздняя вещь. А вот если мы говорим об евангелии от Иоанна, то оно представляет некое теологическое соединение всех остальных, как это опять же Фридрик Бауэр видел. То есть, оно составлялось уже тогда, когда все моменты противоречий были сглажены по факту. Третий раз повторюсь, я сейчас описываю точку зрения Фридриха Бауэра. Нужно сказать, что всё это построение довольно одностороннее. То есть, он взял один внешний признак, да, довольно важный, то есть, соотношение иудаизма и нарождающегося христианства в полном смысле. Но когда он рассматривает такой массивный и важный вопрос с одной точки зрения, применяя лишь один определяющий признак, он однозначно сужает возможности к исследованию. И из-за этого в теории появляются, конечно же, некие натяжки, а то и прямые ошибки. Или, по крайней мере, очень такие узкие моменты, на которые можно указать. То есть, если мы исходим из того вопроса, что отношение христианства и иудаизма – это основа библейских, позднебиблейских и новозаветных книг, то надо говорить, что мы не видим там никакого примирения. Мы видим полнейший разрыв, потому что где оказалась предхозаветная традиция, где оказалась христианская традиция, но понятно через непреодолимый водораздел, где там мы увидим примирение. Совсем нет. То есть, с одной стороны, разусловала иудейская традиция, с другой стороны, собственно, христианская. То есть, в системе терминов Бауэра надо говорить о том, что паулинизм с патеринизмом никак не примирялся, а он именно его победил. Однако, если мы возьмём работу Бауэра, как, в общем, и труды его учеников, то это огромное значение, огромное значение вообще для раскрытия новозаветной истории. И это важный шаг в исследовании книг Нового Завета. Тюбингенская школа установила, и, в общем, в основном бесспорно, что в Евангелиях и вообще в книгах Нового Завета нет никакого единства, которое раньше в идеалистические времена позволяло священнослужителям и теоретикам христианства основательно говорить как о некоем цельном произведении, которое проникнуто единой идеей, единым духом. Ну и, естественно, продиктовано высшими силами. Потому что, если у нас есть один автор, то и произведение будет более-менее цельным. Тем более, не просто автор, а сам Бог. То есть, книга Бога вдохновения. Но, вот что установили тюбингенцы однозначно, что там имеется противоречие между различными направлениями, различными тенденциями и моментами. Это неопровержимый факт. И вот со времен тюбингенской школы это не было опровергнуто и не будет, видимо, опровергнуто уже никогда. Но, раз так, то, конечно, мы можем признать единый ансамбль Новозаветных книг, это, конечно, мифом. Потому что нет никакого единого ансамбля. А есть довольно сложная компиляция разнородных и очень разновременных произведений. Фридрих Энгельс писал о тюбингенской школе. Кстати, писал отлично. В критическом исследовании она, то есть школа, идет настолько далеко, насколько это возможно для теологической школы. А напомню, что это протестантские богословы, протестантские теологи. Она признает, что все четыре Евангелия являются не рассказами очевидцев, а позднейшими переработками утерянных писаний. И что из посланий, приписываемых апостолу Павлу, подлинным являются не более четырех. И так далее. Она вычеркивает из исторического повествования, как невероятные все чудеса и все противоречия. Но из остального она пытается спасти то, что можно еще спасти. И в этом очень ярко проявляется ее характер, как школа теологов. Ну уж, конечно, все то, что тюбингенская школа отвергает в Новом Завете, как неисторическое или подложное, можно считать для науки окончательно устраненным. Это работа Маркса и Энгельса о религии. Тюбингенская школа дала еще одного очень видного исследователя. Это Дэвид Штраус, умерший в 1874 году. Дэвид Штраус и его книга «Жизнь Иисуса». Это тоже важная веха. Книга, кстати, вышла в 1835 году, в тот же самый год, когда вышла и главная работа Бауэра. Это, пожалуй, из ранних, наверное, самая известная книга. В мировой историографии по вопросам Нового Завета. Штраус тоже не безбожник, как и Бауэр. Он протестант. Некоторое время был пастором. Но, однако, это был весьма подготовленный и очень добросовестный ученый, чьи идеи не мешали ему беспристрастно рассматривать объект исследования. То есть, Новый Завет. А он, повторюсь, был весьма квалифицирован и исторический, и филологический. Вот в рубеж 18-19 века исследования Библии, исследования в том числе и Нового Завета, к ним обращаются такие методы рационалистов. И наиболее известным представителем школы рационалистов был Паулюс 1761-1851 года рождения, рождение смерти. Рационалисты рассказывали, что евангельские чудеса могут быть объяснены неким естественным путем. То есть, да, то, что описано в Евангелиях, возможно, имело место, но если оно имело, то оно не противоречило законам физики. То есть, если Иисус Христос, как написано, ходил по поверхности Генесаретского озера, то, скорее всего, он ходил по берегу, который был заметно притоплен, или по некоему броду, по некоей мели. Или, например, если известная история, Иисус накормил 5000 человек пятью хлебами и десятью рыбами, это, скорее всего, потому что все присутствующие увидели, как добр и щедр Иисус, и немедленно принялись делиться сами своими запасами с окружающими. Понятно, что воскрешение из мёртвых – это выведение человека из литургии. Ну, а апостол Павел, который в деяниях, как мы помним, ослеп от очень сильного света, которым сопровождалось явление Христа, он мог от молнии, которую по невежеству принял за некое божественное явление. Вот мы помним, что старец Анания вернул зрение апостола Павлу, просто прикоснулся к нему рукой. И тут тоже вроде как нет никакого чуда, потому что старческие руки заметно холоднее, чем поверхность тела молодого человека. И вот от разницы температур между рукой и веками уменьшилось глазное давление, уменьшилось воспаление на веках, и таким образом апостол Павел вновь обрёл зрение, утраченное из-за вспышки молнии. То есть, да, это натяжки. И да, это, более того, иногда прямо выдумки. Вот как только что процитированная история о старце Анании. Я думаю, что вряд ли наложением просто холодной, прохладной руки можно вылечить слепоту, которая была причинена вспышкой молнии. Но, однако, рационалисты пытались сделать повествование Нового Завета более правдоподобными именно с точки зрения элементарной физики. Но, однако, с точки зрения религии, эти выдумки должны были быть признанными неудовлетворительными. Потому что, если Иисус вообще не творил чудес, то это просто ловкий фокусник. То есть, никакой не бога-человек, а просто ловкий фокусник. Ну, или, по крайней мере, не фокусник, а, скажем так, владыка умов. Может быть, гипнотизёр, но ни в коем случае не бог. Да, однако, школа рационалистов в какой-то мере спасала авторитет Нового Завета. Потому что это, опять же, модерн, рационалистская эпоха. И во всём нужно было найти некое рациональное историческое зерно. Ну, или, по крайней мере, непротиворечиво объяснить что-то. Так вот, Штраус выступил против этих надуманных объяснений. И он показал их полную несостоятельность. То есть, Евангелие, вообще Нового Завета, или это исторический источник. Так говорил Штраус. И, значит, следовательно, всё, что в них рассказано, это истина. Или, по крайней мере, пытается эту истину передать. И тогда никакие натяжки и выдумки, какие-то способы оправдать евангельские чудеса. Просто не нужны. Или это недостоверно. Или это вообще не исторический источник. Или, по крайней мере, не объективный исторический источник. Потому что памятником литературы прошлого всё равно остаётся вопрос, какого именно периода. И тогда, значит, внутри есть масса вымышленного. Масса недостоверного. Масса элементарной фантазии. Ну, или неверно понятых явлений. Таким образом, если мы принимаем последний вариант, то уже будет просто глупо придумывать естественные объяснения для чудес, которые вроде бы не должны нарушать законы физики. Штраус говорил вот о чём. Что Евангелие – это произведение людей, написанное людьми и для людей. И нужно в первую очередь выяснить их историческое зерно. А для этого необходимо понять, что конкретно было известно о евангельских произведениях и вообще о новозаветных произведениях в то далёкое время, что даст нам возможность понять, как минимум, когда они возникли. Дело в том, что римская эпоха – это эпоха очень богатого исторического источника. Кое-что дошло до нас в оригиналах, кое-что в хороших многочисленных списках. Есть что с чем сравнить, осуществив нормальный компаративистский анализ. Вот конец II века. Только тогда церковь признаёт классические четыре Евангелия, которые составляют евангельский канон сейчас. И Штраус задался вопросом, а, собственно, почему это Матфей, Лука, Марк и Иоанн? И он находит разные объяснения, которые выдавали отцы церкви, той самой патрологии Грека и патрологии Латина, которых собирал Аббат Минь. Это огромные многотомные компендиумы сочинений святых отцов, отцов церкви. То есть, отцы церкви нам о чём говорили? Вот есть четыре стороны света, или четыре ветра, западный, восточный, южный, северный. Или, например, слово, создавшее мир, царит над херувимами. Херувимы имеют четыре формы, и вот слово, логос, воплотилось своей милостью в четырёх Евангелиях. Эту, так сказать, аргументацию Штраус считал вполне, естественно, странной. И сам объяснял, почему именно четыре Евангелия в своё время стали каноническими. К концу второго века именно эти книги получили наибольшее распространение среди верующих. Причём верующих не просто так, а именно тех общин, которые могли непосредственно воздействовать на составление церковного канона. Таким образом, оставленные Евангелия, я напоминаю, их было далеко не четыре, составленные в самое разное время и в разных местах Римской империи. Вот они конкуренцию проиграли. И церковь, которая должна была обрести некое единство, стала признавать нечто, что церковь посчитала правильным. Однако, что мы знаем о Евангелиях в книгах литературы того времени? А вот о Евангелиях-то мы находим упоминания только в книгах, заметках второго века. Представьте, в первом веке никто не писал о каких Евангелиях, просто мы не знаем ни одного упоминания. И даже косвенные цитаты из этих Евангелий, а как казалось бы, это же основное произведение, из которого проистекает вообще всё это свидетельство о Христе. И очень странно, что ранние христиане или люди им непосредственно противостоявшие, люди их описывавшие, никак не упоминают об этом Евангелии. Причём мы говорим сейчас не о современном виде евангельских повествований, но просто о основной или важной части тех материалов, из которых они состоят. А вот, например, Евангелие от Иоанна, это ещё более, скажем так, странное явление, потому что вообще хоть какие-то упоминания мы находим только в источниках второй половины второго века. Опять же, по выкладкам, к которым пришёл Страус. И вот, собственно, что он писал. По отношению к трём первым Евангелиям, вследствие наличности промежутка в несколько поколений между описываемыми в них событиями и их окончательной редакцией, должна быть признана возможность добавления легендарного и баснословного элемента по отношению к четвёртому, то есть к Евангелию от Иоанна, который мы обсуждаем. И более чем возможно, прямо очевидно, смесь философской спекуляции и сознательных вымыслов. И что Страус находит? Он находит изрядное количество упомянуток и вымыслов. То есть, прежде всего, он говорит, что все рассказы о чудесах – это чистая фантастика. Но, однако, дело-то не только в них, в чудесах. Он предпринял важное сопоставление некоторых отрывков Евангелия, где имеются, прямо скажем, бросающиеся в глаза противоречия во внутренней логике повествования. И к чему он приходит? А к тому, что, по крайней мере, часть этих мест не содержит в себе именно историческую истину. Я подчеркиваю слово «историческую», повторюсь, литературным памятником и неким антропологическим свидетельством о своей эпохе Евангелия не могут не являться. В конце концов, это же все-таки памятник очень глубокой старины. И, по мнению Страуса, наиболее неправдоподобным источником является Евангелие от Иоанна. То есть, оно наиболее позднее, как он считал. В нем самое маленькое внимание уделяется, собственно, фактологии. Страус, как и Бауэр, считал, что первым идет Евангелие от Матфея. И он думал, что оно наиболее исторично. Но и даже в Матфее Страус находит противоречие. И вот, что он пишет. Несмотря на признаки относительной оригинальности, первое Евангелие, тем не менее, представляет уже произведение из вторых рук. То есть, нечто вторичное по отношению к исходным источникам, на основании которых это Евангелие было написано. Увидев, что часть евангельских рассказов от Матфея приводится дважды, Страус попытался объяснить это. И вот как? Остроумно, на мой взгляд. Единственным удовлетворительным объяснением этих повторений может служить то, что автор, встречая одни и те же рассказы в различных писаниях с некоторыми вариантами, принял их за, соответственно, разное число различных рассказов. Это не делает много чести его критической разборчивости. То есть, как минимум, это говорит о том, что рассказы, которые были заимствованы Матфеем, они, как минимум, заимствованы из других источников. То есть, эти источники просто были. Неважно, письменные или устные, или, в конце концов, в ту эпоху устная традиция зачастую значила, особенно в народе, ничуть не меньше, чем традиция письменная. И вот о чём говорит Штрау, что не всегда материалы, которые Матфей использовал из того или иного источника, друг друга уверенно повторяют. Вот известное место, где описывается, как Иисус Христос отсылает апостолов проповедовать. Он говорит им, что нельзя ходить только в два места – к язычникам и самаритянам. Дальше мы видим Нагорную проповедь. И мы опять видим, как Иисус говорит своим ученикам, что он запрещает давать святыни псам и запрещает метать бисер перед свиньями. Однако, есть места в том же Иваке, где от Матфея, где учитель прямо заявляет абсолютно противоположно – идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учая их соблюдать всё, что я повелел вам. Вот видите, прямо противоположные высказывания. Каждый может прочитать и убедиться. Если мы посмотрим на такие противоречия, то, как считал Штраус, это можно объяснить тем, что это самые разные этапы сведения евангельского текста. То есть, в свою очередь, евангелие имели историю, они развивались, а они выходили сразу готовыми из рук единого автора, который к тому же был ещё и боговдухновенным. То есть, евангелие от Матфея, как считал Штраус, самое древнее и наиболее достоверное. И уже оно содержит настолько массивные противоречия в важнейших пунктах. И, естественно, это можно найти, и об этом можно говорить и в других евангелиях. И Штраус говорит такое о происхождении евангельских книг. Из всякого рода кратких и неполных заметок составлялись более пространные евангелия, и эти последние не рассматривались как законченные произведения и время от времени обогащались новыми вставками, новыми дополнениями. Эти дополнения не всегда согласовывались с подлинными деяниями или словами Иисуса, сохранившимися до тех пор единственного в основном предании, или скрытыми в какой-нибудь книге, оставшуюся случайно неизвестной предыдущему евангелисту. Напротив, когда с течением времени начала обнаруживаться тенденция, казавшаяся бесспорным последствием принципов христианства, то сейчас же признавали, что Иисус должен был сказать или сделать что-либо в этом смысле. Отсюда появляются новые рассказы и новые зречения Иисуса, которые распространялись сперва путем устного предания, а потом перешли в Евангелие. И с каждым новым шагом теологического сознания Евангелие подправляли, их очищали от того, что в них устарело и вело к соблазну. В них вводились соответствующие эпохи добавления, соответствующие эпохи лозунги и девизы. Таким образом, церковь втягивается в непрерывное производство евангельских речей, сентенций, пока их движение не заканчивается исключительным признанием наших синоптиков и первым укреплением Вселенской Церкви. В синоптике это имеется в виду описательные, так называемые, синаптические Евангелия. То есть, Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, Евангелие от Иоанна не считается синаптическим. То есть, чудеса сверхъестественные, потусторонние, которые так богато представлены в Евангелиях, Штраул считает мифами. И, как он опять же считает, науке нет никакого дела до чудес, и не нужно ей усматривать в чудесных моментах события, которые в принципе могли бы происходить. Потому что, если мы говорим о самой возможности чудес, то вообще наука не нужна. И уж тем более не нужна историческая наука, если в этой самой истории могло быть просто всё, что угодно, что не имеет под собой какой-то конкретный физический стержень. То есть, не нужно ни исследовать источники, ни критиковать их, ни сопоставлять их между собой, ни отсеивать негодные данные. То есть, это, на мой взгляд, очень логично. То есть, если мы представим себе, что где-то в историческом каком-то своде мы увидим, как Александр Македонский встречается, например, с Владимиром Путиным, то единственное, что мы вынесем из такого текста, и как сможем его объяснить, что автор, скорее всего, шутит. Ну, или, возможно, рехнулся. Однако, если мы вводим через запятую возможность чудесного, то сразу все наши построения рассыплются в прах. Потому что, если, возможно, чудо, то Александр Македонский и Владимир Путин, несмотря на то, что их разделяют тысячелетия, запросто могут встретиться. То есть, как только мы допускаем чудеса, мы, в принципе, закрываем себе путь к научному разрешению того или иного вопроса. А вот рационалисты-то, они выбирали другой путь, который тоже являлся ненаучным. То есть, они говорили, что чудеса возможны, если это то, что кажется чудесами. Но ведь в том случае истиной можно признать вообще любое сообщение в том или ином тексте, в том или ином источнике. Потому что, если это чудо кажется чудом, а почему оно кажется, ну, Бог его знает, почему оно кажется. Потому что, например, Иисус ходил по воде, а на самом деле он ходил по отмели. Просто нам об этом не пишут. Так мы так можем объяснить в принципе все, что угодно. То есть, это, если вы мне простите такой странный термин, идеалистический материализм, в котором отделить что-то достоверное от недостоверного просто невозможно. И вот Страус стал исходить из того, что все чудесное, неправдоподобное, фантастическое, всегда миф в истории духовно-религиозного развития, как мы знаем, мифотворчество – это огромное место. Некоторые священные предания прямо так и называются. Например, легенды и мифы древней Греции. Однако, почему-то никто не говорит про Библию легенды и мифы древних иудеев. И мифы создавала, конечно, религиозная фантазия не только евреев и греков. Мы видим это и в Дальнем Востоке, и в Индии, и в Японии, и на островах Полинезии, и в Северной и Южной Америке, где угодно. И что мы там видим? Мы там видим чудеса, которые, конечно же, недоступны для простого смертного, который может осуществить или какая-то высшая сила, или, собственно, простой смертный, которого высшая сила наделила некими суперспособностями. И в данном случае, если мы вот так посмотрим материалистически, то мы поймём, что легенда о Гераклии, эпос о Гильгамеше, похождение Кецаль-Коатля по Южной Америке, богиня Аматерасу в Японии, великан Пен Гу в Китае, это явление одного и того же корня, потому что оно физически невозможно. То есть, это рассказы о чудесах, это мифология, она есть мифология, и она может быть связана как с именем Христа, так и любого другого персонажа. И Штраус встречает наваждый вопрос, кем и для чего придумывались эти самые религиозные мифы, в том числе новозаветные. То есть, по Штраусу их сочиняли не какие-то отдельные люди, а их сочиняли фантазии народных масс. То есть, естественно, в изначальном этапе некая сказка, которая ложилась в основу мифа, возможно, и была сочинена кем-то конкретным. Но только если вот эта вот сказка, рассказанная детям, которая потом была рассказана этими детьми, кому-то еще получает широкое распространение, естественно, в измененном виде, то только вот это массовое принятие ее, массовая ее коллективная переработка народом в веках, только оно вообще обеспечивает жизнеспособность мифа и его укорененность. Мифы Нового Завета, как писал Штраус, это результат ожидания Мессии древними евреями. Как мы это рассуждали в прошлый раз, Мессии, который, наконец, воссоздаст царство Иудейское, наказав всех завоевателей. И так как это происходило на протяжении веков и веков, то по Штраусу умы и общественное сознание вообще евреев было достаточно подготовлено к появлению Мессии. Или хотя бы вести о Мессии. И если какому-то человеку, даже после его смерти, стали приписывать качество Мессии, то фантазия запросто принимала этот путь. Куда сразу могли быть подогнаны и, в общем, не вполне понятные ветхозаветные пророчества. И эти самые моменты Штраус находит почти для всей биографии Иисуса Христа. Он находит ветхозаветные источники основной части евангельских мифов, показывая, что эти мифы представляют собой явную перекличку фантазий ветхозаветных пророчеств и их, условно говоря, новозаветного исполнения. Причина этих мифов. Штраус считал, что на основании Евангелия можно построить некую биографию Иисуса Христа как исторической личности, которая должна была быть таким образом решена элементом чудесного. То есть, нужно признать, что такой человек был, как считал Штраус, и нужно понять, что это была за биография. Строго людская биография. И он создал такую биографию, выжимая всё, что можно из евангельских текстов и читая остальные произведения Нового Завета. Ну и, конечно, связывая их так или иначе логически. Ну и да, он написал историю человека по имени Иисус, который проживал в Иудее в начале первого века нашей эры. Но, однако, это же, как мы понимаем, и как уже, наверное, в то время многие понимали, это была чистая билетристика. Потому что никаких объективных, то есть, нерелигиозных, или хотя бы религиозных, но посторонних источников о жизни исторического Иисуса у нас просто нет. И если отрезать из заинтересованного, вполне предвзятого и необъективного религиозного текста всё чудесное и оставить всё физически возможное, ну, это будет всё равно не вполне объективное повествование. Тем не менее, несмотря на недостатки явные, критика, евангельская критика Штрауса, это, в общем-то, большой шаг. Он доказал, что новозаветные мифы – это именно мифы, которые, в свою очередь, базируются на ветхозаветных мифах. И вот дальше нужно было сделать следующий шаг. И его сделал Бруно Бауэр. Он родился в 1809, умер в 1882 году. Бруно Бауэр – это выдающийся исследователь. Он начал работу с «Евангелие от Иоанна». В 1840 году выпустил первую книгу «Критика евангельской истории Иоанна». Он, как и Штраус, не считает «Евангелие» объективным историческим источником. Как говорил Бауэр, да, я недаром раньше предупреждал, не путайте, Бауэра и Бауэра – это разные люди. Бруно Бауэр и Фридрих Баур. Так вот, как считал Бауэр, «Евангелие от Иоанна» – это нечто лишённое каких-то точных указаний касательно времени, географического пространства, конкретных событий. Очень скупое и неточное во всём, что касается, собственно, фактологии. Это, скорее, некое абстрактное философствование. Но ведь нужно определить источник, который послужил для этого философствования. И Бауэр устанавливает сходство вообще самой архитектуры повествования Евангелия от Иоанна с философскими воззрениями египетского еврейского философа Филона Александрийского. Это 20-й год до нашей эры, 54-й год нашей эры. Мы о нём упоминали тоже, рассуждая о происхождении христианства. Филон Александрийский по Бауэру приводит практически готовое богословие для евангелиста Иоанна, который таким образом его просто цитирует. Но филон-то был кто? Он был иудей. Он исповедовал иудаизм, поклонялся единому, а никакому не триединому богу Яхве и верил в истинность именно ветхозаветных сказаний. Однако, вот тут важно, филон Александрийский интерпретировал их не в лоб, не буквально, а аллегорически. Всё почему? Потому что филон, как очень эллинизированный иудей, находился под, естественно, воздействием греческой философии. В первую очередь, идеалистической греческой философии. Поэтому его изложение иудаизма очень здорово расходится с традиционной иудейской религией, которая была характерна для Палестины. Яхве, бог, по филону Александрийскому, это какая-то внемирная сущность, которая удалена от Вселенной очень сильно. И она в силу удалённости, как идейной, так и природной, вынуждена общаться. И может, удобнее общаться с миром живых через посредники идей, которые объединяются словом, то есть, логосом. Бауэр увидел у филона и другие идеи, которые нашли отражение в христианстве. Ну, конкретно в Евангелии от Иоанна. То есть, это очень важное учение о первородной греховности человека и человечества. Ну, собственно, какой грех пришёл искупить своей смертью Иисус? Такая же первородная. То есть, его началось вообще грехопадение человека. И вот Бауэр на этом основании через запятую делает вывод, что настоящий-то отец христианства, и это именно филон Александриец. И Евангелие от Иоанна – это некая популяризация его доктрины. То есть, фигура Христа, мифы и легенды, которые с ней связаны, это никакое нереальное историческое событие, исторического значения у них нет. Это просто отражение образов, которые родились в филоновой философии, в филоновой доктрине. То есть, найти историческое нечто от первоначального христианства, так, собственно говоря, и личности Иисуса, как считал Бауэр, нужно в синаптических, то есть, описательных евангельских сказаниях. И он, конечно же, исследует их. В начале 40-х годов 19-го века появляется тритома «Критика евангельской истории синоптиков». Точно не помню, но за небольшое количество лет до книги Бауэра опубликовались две работы по истории Евангелии, которые Бауэра подтолкнули на новый путь. Это очень интересные книги богословов Вильке и Вейса, тоже немецких. Это «Евангельская история» и «Первоевангелист», где первым из Евангелий признавалось и доказывалось Евангелие от Марка, а вовсе не Евангелие от Матфея, которое традиционно ставится на первое место и старыми исследователями, и, собственно говоря, корпусом евангельских сказаний. Вильке и Вейсе доказывали это, исходя из лингвистического сопоставления. То есть, лингвистического сопоставления самих евангельских сказаний. А Бауэр привлекает исторические данные, добавляя их к лингвистике Вильке и Вейсе. Вывод о том, что Евангелие от Марка – это, скорее всего, наиболее ранняя из Евангелий, вскоре стал общепризнанным. И в основном разделяется наиболее ответственными исследователями и по сей день. Но, если Марково Евангелие, Марково Благовестие – это первое из синаптических Евангелий, следовательно, тексты его, которые повторяются далее в книгах по Матфею и по Луке, это же однозначно использование Евангелия от Марка как некоего первоисточника. Ну, по крайней мере, может быть, одного из первоисточников. Но, помимо этого, крайние два Евангелия содержат часть повествования, которых нет в первом. То есть, Евангелия от Марка. То есть, они были к изначальному преданию прибавлены несколько позже, в более позднее время. Но, откуда? По Бауэру их просто придумали авторы Евангелии. А поскольку это возможно в случае Евангелия от Луки и от Матфея, как думал Бауэр, почему нельзя предположить выдумку в отношении евангелиста Марка? Мысль о том, что Новый Завет создавали отдельные люди. Как считал Бауэр, вытекало из его философско-исторических взглядов, которые заключались в том, что основная роль двигателя истории это некое самосознание отдельной личности, которое оплодотворяет массы собственными идеями и эти массы за собой ведет. Эта точка зрения, как мы легко можем убедиться, прямо противоположен точке зрения Штрауса, который не считал, что идеи могут подхватить массы усилием какой-то одной личности. Бауэр, однако, говорил, что это происходит не само собой, но не постепенно. И вот в широких, как считал Штраус, в широких массах появляются, созревают евангельские мифы. Их изобретают некие авторы, но уже задним числом, чтобы обосновать уже готовые идеи, которые господствуют в тех или иных христианских общинах. То есть, это некое ретроградное объяснение уже существующего задним числом. По Бауэру вот такой вопрос, а было ли вообще в евангельском что-нибудь историчное? То есть, был ли элементарно Иисус как личность? Или это все выдумка? И какие моменты были раздуты впоследствии, а какие моменты являлись подлинными? Вот этого Бауэр вообще определенно не касался. Первые два тома сочинения, где он в принципе допускал, что Иисус является исторической личностью. Ну, правда, с большой долей сослагательности. А вот в третьем томе он уже его отвергает. Мы знаем об Иисусе только то, что рассказывается о нем в Евангелиях. А Евангелия оказывается продуктом вымысла художественными произведениями, созданными с определенными религиозно-назидательными целями. И, хотя синоптики дают больше фактов и более определенно освещают их, чем Евангелие от Иоанна, но в одном отношении между ними разницы нет. Это художественные, а не исторические произведения, ни хроники, ни летописи, в которых записываются происходящие на памяти людей действительные события. Вот так писал Бауэр. Далее Бруно Бауэр очень подробно исследовал послания апостолов и деяния апостолов. О посланиях. Автор Бауэр приписывал их авторство естественно коллективу людей. И Бауэр сомневался в историчности конкретно апостола Павла. И никакой уверенности в том, что даже те послания, которые скорее всего написаны одной рукой или по крайней мере серьезно основаны на работах одного конкретного автора. Вот этим конкретным автором был ли Павел? Бруно Бауэр не был готов утверждать. Возможно это был некий более поздний персонаж. Возможно это был персонаж синхронный с существованием исторического апостола Павла. Но что важно? Что Бауэр с его точки зрения установил объективно? Послание в том числе послание апостола Павла это нечто что появилось не ранее второго века. А вот именем Павла их наградили как раз коллективы авторов. Для того довольно распространенная практика для поздней античности и наверное половины средневековья для большей авторитетности своего писания. Касательно деяний там Бауэр как и собственно Бауэр это по их мнению произведение сочиненное для того чтобы нивелировать противоречия между петринизмом и паулинизмом. Касательно роли иудаизма в восстановлении христианской традиции а собственно это означает отношение Ветхого Завета и Нового Завета вот тут Бауэр выдвигает новую точку зрения. Он говорит что основную роль в становлении и вообще возникновении христианства сыграл не иудаизм вовсе и что вовсе не евреи составляли основу первоначальных ранних христианских общин. Бауэр считал что христианство это продукт греко-римского то есть римско-эллинистического мира или наверное скорее правильно хронологически будет эллинистического римского мира вот так вот и появляется оно вовсе не в Палестине как это написано в Евангелиях а он появляется в основных наиболее крупных римских центрах в первую очередь в Александрии и в самом Вечном Городе о влиянии Филона Александрица мы уже упоминали и то как это отмечал Бауэр кроме Филона на христианские традиционные представления очень сильно повлиял римский стоик Сенека Луций Анной Сенека он проанализировал послание и нашел очень многочисленные моменты которые были заимствованы непосредственно или опосредованно именно из Сенеки но возможное пересечение между работами Сенеки и посланиями уже давно отмечалось вот Энгельс например говорил что церковь пробовала этот факт объяснить результатом наоборот заимствование Сенекой своей философии из христианства и конкретно из посланий но исходя из хотя бы лингвистической датировки мы понимаем что Сенека умер до того как появились первые послания то есть заимствование могло быть просто по принципу причинность только в одном направлении от Сенеки к христианству касательно сообщения римских авторов и естественно Тацета и Свитония то есть Тацет это где-то около между 55 и 120 годами нашей эры а Свитоний Гай Свитоний Транквил жизнь 12 Цезарь от 70 годов нашей эры до 160 годов нашей эры то есть кто-то мог вносить это позже в данной книге так вот и упоминание о том что христианство появилось из Иудеи Бауэр прямо считал неистинным тот момент из Тацета знаменитый о том что где христиане называют себя по имени Христа который был в Иудее распят в царствовании Тиберии то есть 14-37 года до нашей эры прошу прощения нашей эры он считает позднейшим добавлением основанным на выдумке ну а дальнейшие сообщения о Христе как считал Бауэр уже могли быть из этой более поздней в Тацета заимствованы последующими источниками но раз так значит по мнению Бауэра нет оснований считать евангельские и вообще новозаветные произведения написанными в Иудее и имеющими хоть какое-либо иудейское происхождение то есть первый евангелист по Бауэру это Марк и это как считал Бауэр прямо римлянин который вырос был воспитан в исторической Италии и произвел им свою евангельскую мифологию из прямо языческой римской мифологии как думал Бауэр Евангелие это некие тенденции которые просто заключены в иудейские ризы упакованы в них обернуты в них но их основное содержание их суть это ответ на духовные запросы в римском обществе ну и наверное шире в эллинско-римском обществе как мы понимаем эллинизм очень сильно повлиял и в том числе на становление римской культуры идеологии Бауэр говорил что для появления христианства вообще не нужна была никакая деятельность в иудее в определенный период в который был включен так или иначе исторический человек Иисус Христос и не требовалось вообще никакого исторического Христа то есть его могли просто по Бауэру придумать это не факт если мы посмотрим на первую книгу что его придумали и точно что его придумали если мы посмотрим на последний он колебался в этом кстати говоря о Бруно Бауэре писал в свое время Фридрих Энгельс который в свою очередь тоже занимался этими вопросами и много говорил о первоначальном христианстве Энгельс говорил о Новом Завете на котором мы остановимся подробнее несколько позже наверное уж точно не в этой беседе сейчас же ну это потому что довольно долгая выйдет у нас история сейчас же мы должны поговорить только о том что собственно говорил об истории новозаветных книг Фридрих Энгельс повторюсь это не только экономист это очень важный исследователь вообще христианской религии раннему христианству и кстати говоря работам Бруна Бауэра Энгельс посвящает следующие статьи а именно Бруна Бауэра и раннее христианство книга откровения и к истории раннего христианства там он берет работы результаты исследований предыдущих ученых и естественно в первую очередь Бруна Бауэра и дает собственный взгляд на многие серьезные вопросы важное значение в установлении истории исторической истории да простите мне такая тавтология нового завета сделанная Энгельсом это касается естественно освящения откровения Иоанна Богослова как мы уже говорили в прошлых наших беседах апокалипсис это чрезвычайно запутанный текст где из-за иносказаний прямо германевтических формул очень сложно добраться до сути а для человека неподготовленного наверное прямо невозможно ну только возможно если на веру принимать или рассматривать это как строго литературное произведение а вот Энгельс смог вскрыть основную германевтику апокалипсиса более того через нее он пришел к историчности данного произведения и первым смог дать датировку причем датировку до нескольких месяцев она сразу забегая вперед скажу сейчас не общепринятая возможно ее можно корректировать причем в сторону омоложения но самую раннюю дату дал именно Энгельс при этом никто уже не сомневался Энгельс тоже что апокалипсис это самая первая книга нового завета самая первая книга из тех что вошли в новозаветный корпус текстов то если мы узнаем датировку этой самой первой книги то мы найдем отправную точку для создания вообще всего новозаветного корпуса это же по-моему вполне логично Энгельс пользовался работами своего учителя Фердинанда Бенари и он расшифровал вот то самое таинственное и очень мрачное число зверя 666 которым по апокалипсису будет маркирован антихрист естественно мы знаем что во многих древних народах кстати говоря и средневековых тоже что уж говорить это мы славяне буквы имели еще и цифровое обозначение то есть буква могла иметь смысл цифры понятно что буква а это 1 буква б это 2 и так далее и вот Энгельс берет два слова на древнееврейском языке которые обозначают нейрон кесарь то есть император нейрон и рассчитывает сумму цифровых значений которые могут дать буквы которые эти слова составляют что получается первая буква нун это 50 р реш это 200 в вов это 6 дальше у нас следует еще одно н то есть нун это 50 и далее идет кув к которое равно 100 самех с равное 60 и еще одно реш то есть р равное 200 то есть получается сумма 666 и Энгельс предполагает что это вовсе не совпадение что это специально зашифрованная герменевтическая формула которая выдана в виде весьма популярной в то время нумерологии есть другие данные которые могут подтвердить правильность данных выкладок известный писатель второго века нашей эры это Ериней оставил свидетельство того что он знал несколько иные варианты апокалипсиса от Иоанна где число зверя выражается не как 666 а как 616 до нашего времени эти варианты не дошли как и очень многие произведения того времени которые мы знаем только в цитатах других авторов которые в свою очередь до нас дошли но если уважаемый авторитетный источник перед ней говорить что такое апокалипсис с другим цифровым значением имел место то подлинность выводов Энгельса должны подходить и для расшифровки имени зверя как 666 и как 616 и оказалось что удивительно что это Энгельсово решение подходит и в том варианте и в другом то есть в некоторых рукописях еврейских рукописях имя Нерон писалось правильно на латинский манер без окончательного Н то есть Неро мы понимаем что именительный падеж это единственного числа это имя именно Неро Неро Н это родительный падеж в латыни то есть если мы убираем окончание Н то есть Нун в слове Нерон то получается именно 616 а не 656 Нун напомню это 50 алкиник то есть возможные варианты числа зверя соответствуют имени императора то есть Кесаря Кайсара Нерона и в этом случае и в противоположном случае 616 а вот это уже между прочим никакое не совпадение это вполне серьезное основание чтобы превратить гипотезу в теорию я так в общем это и называю теория Энгельса Энгельс не был бы самим собой если бы он не взялся за дело серьезно и не привел бы еще доказательств по его мнению что в апокалипсисе говорится а именно из моря встает зверь с семью головами и одна из его голов была как бы смертельно ранена но это смертельная рана исцелена вот крайне запутанная фраза я ее с детства помню не мог понять что это такое хотя бы очень страшно однако если мы посмотрим на того же Иринея его работы там мы увидим что ранена и впоследствии исцелившаяся голова тоже означает императора Нерона несчастного Иринея во втором веке знал что означает на тот момент этот символ который не был никаким не символом а почти прямым текстом только потом его забыли а от чего же собственно Нерон представляется смертельно раненый а потом выздоровевший головой ну во-первых голова это понятно что голова это основа человеческого тела которое им руководит то есть император царь король это голова страны дело в том что были слухи что после того как Нерон закончил жизнь самоубийством появился слух что он не погиб а ранен выздоравливает и скоро вернется на престол или по крайней мере заявит о своих претензиях на престол то есть голова которая была ранена и исцелилась кстати об этом Тацет пишет в своих каналах и Эдгельс пошел дальше он посмотрел на текст зверь был и нет его семь голов суть семь гор на которых сидит жена и семь царей из которых пять пали один есть а другой еще не пришел и когда придет долго ему быть и зверь который был и которого нет есть восьмой из числа семи жена же которую ты видел есть великий город царствующий над земными царями о великий город легко догадаться что это Рим который называли то вечным то великим городом то просто городом про царей вот пять пали ныне царствует шестой а вот после ненадолго придет седьмой когда он закончит царствовать придет один из павших пяти и станет восьмым последним царем легко догадаться что павший и вновь пришедший царь из предыдущих пяти это все та же раненая но выздоровевшая голова то есть император Неро Нерон первым мы понимаем считается Октавиан Август вторым Тиберий третьим Каллигула четвертым Клавдий пятым Нерон вот собственно говорят те пять царей которые пали ушли далее после Нерона идет Гальма то есть это один который существует то есть исходя из этого можно признать что откровение было создано и это в царствовании императора Гальба а оно было в самом деле очень недолгим то есть это с 9 июня 68 года до 15 января года 69 это значит что это писалось скорее всего когда Гальба или уже закончил свое правление или вот-вот должен был закончить свое правление и это просто чувствовалось авторский коллектив под именем Иоанна предрекает седьмого царя который продержится на троне недолго и вот он должен отдать трон восьмому из числа прежних пяти павших вот это некая сложность то есть во время тут объяснение этой сложности такое когда правил Гальба началось очень серьезное восстание легионеров легионов закончилось убийством императора и вошедствием на императорский трон Атона который проправил вообще чуть меньше трех месяцев то есть Атон это седьмой царь именно за которым должен появиться восьмой из павших пяти то есть если апокарипсис был написан в правлении Гальбы то как я и говорил авторский коллектив творческий коллектив апокарипсиса апокарипсиса должно предвидеть чисто аналитическим образом скорое падение Гальбы ну в общем потому что тот еще был прямо скажем император а раз его свергнут то естественно логически за ним придет кто-то кто займет трон но так как положение в республике прямо скажем не очень то и ему править недолго вот примерно так рассуждал иенгельс откровение дальше цитата откровение было написано при Гальбе вероятно в конце его правления или самое позднее во время трехмесячного до 15 апреля 69 года правления оттона седьмого это можно почитать в книжке Маркса иенгельса о религии и мы можем думать что весь текст апокалипсиса откровение Ивана Богослова был написан к началу восстания то есть Гальба еще жив восстание уже идет но не нужно быть семипядей во лбу чтобы понять что ему как минимум не удержаться в Риме и скорее всего не выжить и естественно что некто придет ему на смену и конечно учитывая состояние дел в Риме тоже не удержаться но кто же придет на смену седьмому императору то есть кто будет восьмым и вот еще Бенари учитель Энгельса при расшифровке числа 666 и вслед ему Энгельс утверждает что авторский коллектив откровения ждал вторичного восшествия на престол именно Нерона вспомним что такое цифра 666 и что такое цифра 616 а ведь Нерон то по распространенному мнению выжил и был только ранен и должен был оправиться от раны и наконец-то заявить о своих правах настоящего императора в Риме и кстати говоря именно в это время начинают ходить слухи о лже Нероне который в Игейском море на острове Китнесе создал свою операционную базу и повел борьбу за власть и конечно этого лже Нерона как и многих лже правителей приняли за настоящего Нерона тем более что да Нерон конечно был большой оригинал но выяснилось что то что началось после Нерона было гораздо хуже и при Нероне то было еще ничего поэтому конечно народ немедленно подхватил эти идеи и ждал Нерона вполне серьезно ждал Нерона то есть по Энгельсу апокалипсис это конец 68 начало 69 годов нашей эры Энгельс считает что это самая ранне новозаветная работа и Энгельс основывается на том что именно апокалипсис наиболее связан с иудейской религией как в риторике так и идейно то есть это значит что христианство это изначально никакое не христианство а некая иудейская секта которая отличалась от других иудейских сект точно так же как они между собой они все так или иначе различались но она попала в некую политическую идеологическую струю которая в конце концов вынесла его из общей реки иудаизма позволив зажить самостоятельной жизнью и вот именно этот процесс то есть разделение двух рек христианской иудейской это то что мы можем увидеть в всем корпусе новозаветных книг а апокалипсис это всего лишь вот тот самый водораздел старт этого процесса по поводу апокалипсиса как писалось в этой книжке о религии нет ни догматики ни этики позднейшего христианства в апокалипсисе автор видит считает себя и своих собратьев именно иудеями то есть для него даже термина христианин вообще нету нет никаких упоминаний о важнейших таинствах христианства нет ни крещения нет ни евхаристии или намеков на него нет ни причастия то есть все базовые моменты догматики строго говоря христианства отсутствуют и нет никакого намека на наличие святой троицы даже Энгель сам писал никакого следа святой троицы наоборот старый единый неделимый егова позднего иудейства развившийся из иудейского национального божества во всеединого владыку неба и земли который стремился к господству над всеми народами сулил милость обращенным и безжалостно сокрушал непокорных поэтому на страшном суде выседает именно этот бог а не христос как его изображают позднейшие евангелия и послания декорио и изображен и изображен и Продолжение следует...